Вид мошенничества, на который пытаются подцепить Димона. История выглядит следующим образом. В общем, есть нерабочий iPhone 7, который продается на запчасти. Его выставили на OLX, и чувак с Великобритании пишет, что он бизнесмен, хочет порадовать свою женщину и так далее. Хочет купить именно iPhone 7. Карл, iPhone 7, бизнесмен. Ну, вы понимаете. Говорит, теперь отправьте мне, пожалуйста, фотографию этого телефона. Я предложил Димону сделать вот такую фотографию, точнее, видео. Говорю, отправь ему вот этот седьмой iPhone, чтобы он уцепился. На что он мне говорит, давай посмотрим, чем закончится эта история. И мне теперь самому это интересно. По планам пойти и постричься, потому что вот эти бока, они скоро будут торчать, и это будет не очень красиво. А еще, еще надо... Сейчас покажу. Вот эту, вот эту, и вот эту машину надо прогреть. Неофициальной информации. Поэтому в Гольфа вот совсем нет топлива. Его надо завести. Все сложности автопарка. Вот завелась, вот завелась. Эта должна завестись. Но это заводилась, не проблема. Какая находка есть в Гольфе? Не совсем понимаешь, что это за автовоз на раз, два, три. Может, это для детского садика? Никогда не понимал прикол этих скейтов, но они едут, и очень даже неплохо. Это прям круто. А еще можно использовать как платформу для плавных пролетов. Ах, да, четвертая машина, которая появилась в автопарке, это у нас BMW. Сейчас покажу. Давай заведем BMW-шку. Она такая хорошая. Не, салон классный. Итак, машина стоит на солнце, я не знаю, денек. И у нее кожаный, бежевый салон. Как он горевочий. Трюк на миллион. Робовоз. А это холодильник, по-любому. А что, ну как оно открывается? Профессиональный барбер, который не может разобраться с софтом. Что там все занято? А ты мне поехали, поехали. Там свободно. Должны были пересесть на этого Альфа-Ромео. Но, видимо, не заведем. Потому что сел аккумулятор. Спустя того, как мы заведели. Идеальный паркинг от Димона. Димон мне не поверил и пошел заводить Альфу. И он завел ее. А как так? У нас запись к барберу на 5 вечера. А мы еще должны посетить пару мест. Я не знаю, успеем или нет. А ты должен был быть водителем, ты понимаешь? Нет. Нет. Через весь город сдать твой Айкос в ремонт. И он заработал. Довезла она, спасибо. Приехали в старый город. Нужно заплатить за паркинг. Итак, добро пожаловать в старый город. Продолжение следует... Я скажу, что не самый удачный день я выбрал для того, чтобы показывать вам старый город. Сегодня это такая жара. Походили по старому городу и приняли решение, что не, не. Ну, все прикольно, все похоже. Город красивый, вопросов нет. Но вот, чтобы оставаться тут долго, не сильно хочется. Такой тяжелый байк, конечно. Я, это сволочь, не даю даже покататься. Начинает пищать сразу. Приехали на заправку за небольшим перекусом. Чего ты нас не встречаешь, а? Собака. Сейчас будет опасно, но я вам покажу реакцию собаки на звук. Пшш. Я не знаю почему, но и так звук заходит. В общем, чем закончилась тема с разводом по поводу Димона? Прислал он такую штуку. Слушай, все отлично, покупаю телефон. Пришли мне. И-мейл, айди-карту свою, то, пятое, десятое. Почти все личные данные. И еще скажи, где деньги в кошельке лежат и в каком месте ты их хранишь. То есть, рассчитано на самого человека. Все, двигаемся к Барберу. Немного опаздываем. Этот велик все еще здесь. Все, мы готовы. Мы готовы. Мы готовы. Мы готовы. Мы готовы. Было так, стало... Стало вот так. Пригласили меня выпить вина, так что посмотрим. Я принесу им бутылку вина. Дальше пускай пьют вино, я попью водички. И посмотрим вообще, какие будут разговоры, что. Просто захотели пообщаться, а я думаю, это интересно все-таки пообщаться. Вот как-то вот так. Опаздываю, в общем, опаздываю, опаздываю. Вроде тут недалеко ехать, но чувствую себя, если честно, паршиво. Я никогда не опаздываю на встречу. А вот тут сегодня очень-очень... Не сложились, так скажем, карты. Я не рассчитал правильно время. Зайчик вам никого не напоминает, а? Ха-ха-ха. Хотел вам рассказать за встречу, как она проходила и каких прекрасных людей я там встретил. Надо найти хорошую светлую площадку, чтобы дальше вам рассказывать. Итак, я думаю, достаточно светло, и меня довольно-таки хорошо видно. Сначала я приехал и был жутко взволнован, потому что он спросил, типа, что тебе приготовить? А я говорю, а какую бутылку вина тебе привезти? И получилось так, что привез я белое сухое. Кстати, Марк Коблева, ура-ура. Он приготовил что-то очень напоминало яичница, омлет с какими-то супер... Он приготовил что-то наподобие омлета. Это было с оливки, ветчина. Короче, в общем, было вкусно. Реально было вкусно и прикольно. Это что-то было необычное, потому что я ему написал, типа, удиви меня. И он действительно удивил. Надо рассказать, кто это. Это три человека. Марк, Магда и Оля. Если я не забыл правильно. У меня плохая память с именами. Познакомился я с ними случайно. Пересекался, пересекался, и они пригласили меня на, скажем так, бокал вина. Хочу сказать, что это были очень замечательные люди. Вот это были веселые, открытые люди, с которыми можно было пошутить, поговорить, рассказать истории. И это было очень душевно. Это было очень интересно. Это был новый экспириенс, новый опыт. И мы договорились встретиться еще на следующую, по-моему, на следующую или после следующую неделю. В общем, пойдем куда-то прогуляемся. На самом деле, прекрасные люди. Вот такая история. Так вот познакомился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok